Часики в картине, посмотрите какие маленькие-маленькие, миниатюрные там внутри, подвесные, а что, интересный вариант, знаете, над кроватью повесить, правда, про Соня не разглядишь, что там на этих часах, но вещица прикольная. Так, это я напротив Аси подошел к Виталию, смотрите какая, горчичница это или что все-таки, что это не горчичница, супница в стиле лимош, но это ваймер, соусница, да, и здесь еще один соусник, а это уже лимош. Ну, вот этот меня больше соблазняет, конечно. Понравилась также тарелочка, роскошно. И понравилась минажница, смотрите, подача с такой ручкой, привлекательный, размер небольшой, много места не займет на столе. Вот интересная посудина в форме птицы. И еще интересные стопочки. Вот еще у Виталия интересная вазочка, такая на один цветок, ну или на три, даже ромашки можно в нее поставить. Кувшинчик, посмотрите, какой прелестнейший. Неповторимый. Ну такая осень больше, да, с желудями. Тема осени. Ну вот они, наверное, прекрасно бы смотрелись с этой вазочкой. Слушайте, как-то я мимо прошел осиных тарелочек. Как же это я проскочил. Это у нас Англия. Джонсон Брос. Смотрите, они разные цвета. Желтая, розовая, бирюза. И там еще какая-то тоже бирюза. А, вот этот комплект я вообще не снял у нее в шляпках, видите, в каких. Флакон, два флакона, шкатулка и для мыльца. Ну или для украшений. Подошел к Гамлету и они здесь с Надеждой торгуют серебром. Я вам не раз уже показывал. Это у них такое блюдо шикарное в продаже. Смотрите, бронзо-серебряное, это ручки. И здесь, значит, что у нас эмали, да, я так понимаю. Короче, они мне подарили, сделали два подарка. Серебро. Это 925-я проба. Такая сережечка более брутальная. У меня в одном ухе дырочка. И второе вот такое с камешками. Можно одеть этой стороной, когда камешек есть, а можно одеть спокойнее, брутальнее вот этой. Я принял режимчик, чтобы было более видно. Вот, видите, можно этой стороной одеть, можно одеть этой. Так, а это у нас более брутальный вариант. Ну, в общем, вот так вот подарочки сегодня забираю. Где тут у меня мешочек дали? А вы у них можете всегда найти выбор. Посмотрите, ложек все. Разнообразный выбор. Вот это красивое. Когда у вас годик малышу, например, да, ложечку подарить серебряную. И здесь их вон сколько. Ай, часики серебро вот эти интересные, кстати. Смотрите, какой завод. Какой-то механизм и там. Интересная вещь. О, кулончики различные. Видите, здесь гарнитуры интересные. Все это серебро с кольцом. С янтарем браслет. Здесь тоже выбор. А, это что за часики такие старенькие? Тоже интересные какие-то. Некоторые люди ищут и любят серебряные часы. Так, ладно, я пройдусь еще дальше к Сергею, но так бельгийцу сходить. Немножко информации. Вот эта кабадеманта? Угу. Это гениальная. Да. Перед сном они, да? Да. Но он-то уже спит, а она еще мечтает его поцеловать. Они идут во сне, да. Они идут ко сне. Замечательная сцветка. И их наряды, балахоны. И чипец этот шикарный, бисквит шикарный, да. По-моему, передана... Замечательная сценка вообще-то. Передана очень хорошо. А это чей? Французский. Французский? Мы убавили, но все равно она достаточно громко звучит. Смотрите, какая милота. Ух ты! Она же в бордовом цвете. И она же, смотрите, в черном цвете здесь есть. Мока-чашечки. Ох, как я люблю вот такие вещицы. Посмотрите. Фарфоровая рамочка. Двойная. Сверху вставляете фотографию. Менять можно. Посмотрите, какие. Это чьи они? Это венг, я помню. Ручные расписаны. Тут несколько. Здесь есть один и есть парочка. Зайчья парочка. А это красота чья? Это Копотимонка. Таня, ангелочки. О, английский. Это ЛФЗ чашечка, кстати. ЛФЗ? Ого! Чудеса. Друзья, это пробочка от графина такая интересная. Для графина такая отдельная пробка, которая продавалась. Французская. Ага, французская изготовитель. Так, еще фигура, смотрите, интересная. Рыбина шикарная там, видите, да? Так, пробегусь слегонца. Не очень удобно снимать здесь, и музыка кричит. Ну вот это стол Эллы. Мы часто ее видим на тишинке. Стол. Следующая тишинка будет у нас в сентябре только. Так, я подошел к Равшану. Давно я с ним тут не общался, не видел его. Посмотрите, какая тарелочка красивая. И рисунок очень густо наложен. Тарелочка распрекрасная, вся в цветах. И это у нас Лондон. Лондон. Я так понимаю, что это... Господи. Как же называется этот фарфор? Так, костяной, костяной. Очень нарядная. Но мне понравился зайчик. Посмотрите, какой зайка. Зайка прелестнейший. Посмотрите, какая менажница есть. Вариант какой интересный. С такой подачей. С подачей для вашей дачи. Прекрасная вещица, между прочим. Лампадки вот эти сейчас становятся очень популярными. Старое стекло. Вот они еще варианты. Вот ножичек прелестнейший, ракальный. 50-е годы Германия, подсказывает. Рафшан. У меня же есть подобный с ангелом. Вот здесь ангел. Но куда же я его засунул, не помню. Ну вот, прекрасный вариант. Вот еще какой есть вариант. Но это попроще такой. Для меня неинтересный. Кстати, вот наперстки клаузаны. Согушки. Такая вещица невероятная. Вот тут ты, конечно, пожалеешь, что не имеешь больших средств и возможностей. Тысяча долларов она стоит, эта шаль. Вот кто-нибудь из подписчиков-то богатеньких бы отозвался Ивану Рыбникову в музей. Но это и есть музейная вещица, расписана, посмотрите, бисером очень стареньким, стеклярусом, что-то еще вышивка. Это воротник, это на плечи все ложится. Очень красивая вещь. Встретишь такое, а потом расстраиваешься, что нет возможности приобрести. Ну, видите, какой выбор разнообразный на одном прилавке. Сколько всего разного можно увидеть и приобрести. Например, жестяная коробочка, шкатулка. Она даже с ключом была когда-то. А, Гена с чебурашкой. Смотрите, кольца. О, пуговица. Старинная пуговица. Обалдеть. Пряжка старинная. Кольца. Это, я так понимаю, все выратое из земли. Вот пуговица старинная. Интересно, интересно. Смотрите, какая открыточка. Она, конечно, уже изветшала. Я ее придерживаю, потому что ее сейчас ветром может унести. Это 1905 год. Лев Толстой, вы видите, здесь. И она даже проклеена. Проклеена, видите, марками старыми. То есть уплотнена. Да, а так она очень, очень тонкая. Ну, видите, они все сосколько. Да, да. Да, интересно, интересно. В Сиен наблюдать. Это тоже я ищу Равшана. Посмотрите, какие завораживающие предметы мальцов. Старые вазочки. Обожаю. Обожаю такие предметы. Красота. Смотрите, сколько капелек здесь на днище, на самой ножке. Здесь много капелек, большой. А это поменьше. И у нее, смотрите, здесь как будто то ли камешек, то ли что. А с двух сторон оно гладкое. То есть нет ни выпуклости, ничего. То есть на уровне, вернее, в толщине там этот кусочек чего-то зафиксировался. Так, если выбирать, то какую? Наверное, все-таки вот эта юбочка попышнее, посимпатичнее. Да, вот эта. Сейчас спрошу, сколько стоит. Интересно за мной. А это, скорее всего, наконечник от трости. Девушка лежит на ветке, что ли. Ну да, на ветке. А у нее крылья там ангела. Ну вот оно прям, наверное, металлическое дальше было. Палочка сама. То есть спил, спилена. С самой палки. Так, сегодня Сергей почему-то не открылась, поэтому мы к ним не попадем, к Сергею Бельгийцу. Он-то в дороге, а Ирина, наверное, может быть, занята и не смогла открыться. Ой, какие симпатичные. Симпатичные. Ну, дверцы открывать. Висюльки. Я примерно знаю сколько, хочу уточнить. Как они мне нравятся. Советские книжки. Давай, присыпаешь. А где у вас вообще чем-то, кроме той коробки еще? Да, наверное, там коробки, а остальные, где попадутся. Нет, где попадутся. Очень много перебираю. Знаете, как вот делал целую книжку. А вы книжки вообще просто выкладываете? Да, и чем у вас. Нет, вот взял, сначала думал купить, потом к ней пофантингу. Это кто у нас, Лермонтов? Водист положили. Поэтому если с утра мы что-то еще... Пластик. Водием. Водием. А мне нормально. Перец страусиный, 19 век. Угу. Ребятки, слышали, да? Веер 19 века. Черепашка, основание вот этих брутьев. Черепашка битца. Правильно я вроде произношу. Ну и, естественно, перец страусиный. Шикарное. 50 тысяч стоит веер. Шикарная такая вещица. Ну и ценник шикарный. Тургенев в 50-е годы. Гжель старая. И здесь Петр из бронзы. Бюст такой небольшой. Тысяча рублей всего лишь. Тысяча рублей. А я люблю вот такие различные подвесные панно. Особенно, где есть девы, ангеловчики. И все такое. Интересный рок. Это что? Не богемия? На мурана похоже. Интересная форма. А, и вот красивая вещица. Масленка кузнецовская. А сколько стоит? А, Конакова. Конакова. Три тысячи, смотрите. Одна из первых. Хорошая сохранность. Буквально даже не тронуто. Ни трещинками, ни... А, нет, маленькая. Небольшая есть, скольчик. Даже нету этого кракелюра. Кракелюра. Париж 70-е. Пробивается запах Париж 70-е годы. И свинка такая мечтает о новых духах. Вот, время четвертый час, по-моему, уже. Спасибо. Четвертый час. Они уже все собираются потихонечку. Кто-то своих любимых собак наносил на фарфор. Ну, настолько надо любить не дитя, не собак надо любить, да, не дитя, не жену, а собак разместить на фарфоре. Ну, каждый по-своему, да. Ой, какая красота. Фарфоровая. А, это для трав, да? Для трав? Да, кашку, украшения на стену. Кашку. Ароматница. Да. Ох, какая серебро, серебро. Троицка, троечка. Троица. По всей видимости, Матрон. С Матроной. Главное, чтобы костюмчик сидел Непринужденно, легко и вальяжно Все остальное, поверьте, не важно Нет, и не будет серьезнее дел Главное, чтобы, главное, чтобы Главное, чтобы костюмчик сидел Главное, чтобы, главное, чтобы Главное, чтобы костюмчик сидел Главное. Субтитры сделал DimaTorzok